Приветствую вас, и есть два момента, которые мне хотелось бы вам прояснить, показать. Первый момент заключается в том, что вы почему-то по какой-то причине считаете, что вас унижают, и что вы доставляете неудобства. Это очень похоже на неуверенность в себе, сомнения, комплексы. Если это есть, с этим нужно бороться, разбираться, откуда они появились, выявлять, устранять и корректировать ваше поведение. Видите ли, в чем дело? Человек, который уверен в себе, который адекватно оценивает себя, который любит себя, считает себя достойным, считает себя полноценным, считает себя ничем не хуже других, он понимает, что те, кто унижают, хотят за счет него самоутвердиться, хотят за счет него повысить свое собственное чувство собственного величия, чувство собственного достоинства, и возвыситься. Возвыситься за счет того, кого они унижают. Возникает несложный вопрос. А зачем человеку возвышаться, если у него вроде как все хорошо? Ответ на этот вопрос заключается в том, что такие люди испытывают дефицит в чем бы то ни было. Они испытывают дефицит как если бы плох. Эти блага могут быть как материальными, а неудовлетворенность, которыми выражаются в таком вот духовном проявлении, это могут быть блага нематериальные, духовные, которые, неудовлетворенность от которых выражается также в таком проявлении. Но факт остается фактом. Люди, находящиеся в гармонии с собой, любящие себя, удовлетворенные, полноценные, имеющие четкие цели и ориентиры, никогда не будут других людей унижать и так далее. Если, конечно, это не дети, потому что у детей жестокость это средство познания мира. Тут нужно тоже понимать этот момент. Второй аспект, за который я хотел бы вам рассказать, это аспект общих тем. Видите ли, действительно может быть такое, что не о чем поговорить с окружающими вас людьми, может быть такое, что у вас совершенно разные интересы, может быть такое, что у вас принципиально разные взгляды на вещи, и они никак не соприкасаются друг с другом. И тогда можно говорить о том, что вам либо нужно делать интересы ваших друзей своими, то есть вникать в то, чем интересуются ваши друзья, и стараться в этом ориентироваться, чтобы быть ближе к ним, либо акцентировать внимание на собственные интересы, на свои интересы, и работать с ними, ища людей, которые разделяли бы именно их, то есть ваши интересы. Вот на самом деле два варианта, которые вы можете выполнить для того, чтобы удовлетворить свои желания. Именно проработка этих двух аспектов позволит вам обвести позитивное настроение. первых, через освобождение от внутренних проблем, возможных сомнений в себе, неуверенности, комплексов и так далее. И с внешней стороны, это наиболее полная реализация ваших интересов, или интересов других людей в вашем контексте, в вашем выражении. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...